И я очень хотел бы сегодня поднять тему о том, какую награду Всевышний готовил тем, которые опережают других благополучиями. Есть несколько аятов в Куране, которые касаются опередивших. В суре покаяния Всевышний говорит, что он доволен опередивших из числа мухаджи. Которые опередили других благих делах, и он приготовил для них великую награду, где они прибыли вечно. Вот эти призывы к тому, чтобы опережать других благих делах, какой смысл в них содержится, и как мы должны следовать этим. Субтитры создавал DimaTorzok Пусть соревнуются те, кто соревнуются, и говорят, Субтитры создавал DimaTorzok Пусть соревнуются те, кто соревнуются, и говорит, Субтитры создавал DimaTorzok То есть Аллах Субтитры создавал DimaTorzok То есть одна из целей верующих человека пребывания в этой мирской обители — спешить к довольству Аллаха Субтитры создавал DimaTorzok Для того, чтобы подтолкнусь и показать ему пример, чтобы он тоже соревновался в благом. Поэтому, в первую очередь, мы должны соревноваться и спешить с нашими сердцами. Чтобы мы спешили с нашими сердцами и стремились к довольству Аллаха Субтитры создавал DimaTorzok Хорошо. Дорогой Хазрат, в истории первого поколения мусульман были удивительные десять человек, которым Всевышний обещал рай и их жизнь. Это несмотря на то, что всех остальных верующих готовят к тому, что будет судный день, будут разбираться ваши дела, будут чаши весов, и только там вы поймете, куда вас Всевышний определит. Но эти десять человек, чем они заслужили, что Всевышний им уже при жизни, отвечал рай, это разве не те десять человек, которые опередили других в благих делах? И что это были за дела? Эти десять мубашины бельдженна, которые привезли в хадисе, где Рок Мухаммад саллаху а.с. отдельно поименно их говорил. То есть, Субханаллах, опять же, Шейх Руслан, вот, посмотри, да, то, что вот мы в этой жизни живем, проходят дни, проходят, то есть мы там, проходит день, мы уже приблизились к нашей могиле, с каждым днем, с каждой минуты и так далее, как говорил Ибн Масауд, рад Аллаху а.н. То есть человек — это количество дней. То есть, если часть твоя тоже ушла с этой жизни. Поэтому мы в этой жизни живем, и наша основная цель, что мы хотим — заслужить довольствие Аллаха, субханаллаху а.т. И заслужить самое, бушара, самое великое, чем человек может быть обрадован, это что? Райская обитель. И представляете, эти поименно... То есть в этой технике, когда Мухаммад сказал, что он 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 сказал. то что они последовали за пророку Мухаммаду, не раздумывая, не задавая вопрос. То есть это вот эти десять обрадованных раем при жизни, они опередили других мусульман в том, что следовали за посланником Аллаха, мир ему благословение, и в вере, и в благих делах, и в усердии. Я правильно понимаю? Да, когда раньше мусульмане молились в сторону Иерусалима, была Кыбля, и Аллах видел, как пророк Мухаммаду любил Каабу, как всегда его тянулся к Каабе, как смотрел на Каабу, когда приезжаешь, даже сейчас человек, паломник приезжает в Мекку, смотрит на Каабу, его иман поднимается, грехи его прощаются, это ибада. И Аллах приказал, напрашивая в сторону Мечты-Харам, во время молитвы такая же мечеть, даже есть Кыблятень в Медине, мечеть в двух направлениях, двух Кыблят, и в этом месте, когда пророк Саллаху А.С. молились, посланник Аллаха, Саллаху А.С. повернулся со стороны Иерусалима, поменял Кыблю на 100 мекки, Аль-Каабе. И вот эти, прямо в намазе, было Аср, и 10, вот эти сахабы, которые обратно в раем, не спрашивая, не задумываясь, сделали то же самое, что сделал пророк Мухаммаду Саллаху А.С. То есть, смотрите, какой у них был их лаз, какой было мутаба, как они следовали за посланником Аллаха, Саллаху А.С. не задавая вопросов, пророк Саллаху А.С. сделал, и мы тоже. Поэтому именно это, также, то есть, вот за это действие Аллах, Субхану А.С. обратно в их раем, и именно тот, кто следует за пророком Мухаммаду Саллаху А.С. в этот момент, он становится любинчиком Аллаха, Субхану А.С. То есть, задается вопрос, как стать, заслужить любовь Аллаху Субхану А.С.? опять же, следовая за пророком Мухаммаду Саллаху А.С. То есть, скажи, Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, то есть, следуйте за пророком Мухаммадом Саллаху А.С. Тогда результаты этого Аллах Субхану А.С. тоже вас полюбит, просит вам грехи. Машалла, дорогой Хазарат, я, когда размышлял над этими аэтами, я обратил внимание вот на что. Мусульмане нашего поколения все призывают своих единоверцев, совершайте благие дела, совершайте подвиги. И постоянно возвышают подвиги военного времени из первых поколений мусульман. Говорят, вот смотрите, сколько они совершили подвигов, посмотрите, какой Аллах Всевышний уготовил великую награду. Но первые десять человек, которых Всевышний обрадовал раем при жизни, они получили эту награду, великую награду, я так понимаю, за период терпения. Это же был период, когда первые испытания их веры на них обрушились, когда их преследовали курайшиты, язычники, когда они изгоняли их из Мекки, когда они терпели лишение переселения в Медину, и это было испытание их веры, стойкости, убежденности и готовности следовать за посланником Аллахом и Благословением во всем, в том числе в призыве и в том, чтобы вынести все эти тяготы. Получается, что самая великая награда за всю историю вообще исламской общины, обрадовать верующих раем еще при жизни, эту самую великую награду Всевышний уготовил за терпение, смирение и опережение других в вере, в делах веры и в делах смирения, и в делах призыва. Я правильно понимаю? Очень верно. То есть мы, наше поколение не до конца осознает, насколько великую награду Всевышний может даровать нам только за наше терпение, только за наше смирение и только за то, что мы будем опережать других в совершении благих дел. Это и в плане призыва, и в плане просвещения, и в плане того, чтобы следовать за посланником Аллахом. Во всем, в каждой мелочи. Здесь проверяется, каждый из нас сейчас, чтобы проверить себя, в чем им в своей вере, в своем имане, то есть куда он спешит в этой жизни, к чему он больше, на что он спешит. Вовремя прийти, например, сегодня пьяничный день, спешат ли на вас первый ряд, чтобы помолиться или нет, спешат ли они, как Аллаху Субхану Тагану. Когда, например, сейчас, или спешат больше, если там в торговом центре написано, что скидки, туда бегут. Вот тут каждый сам себя должен спросить. То есть, и о чем он больше радуется в этой жизни? Когда поминали одного Аллаха Субхану Тагану, сердца неверующих проявляло недовольствие. Почему сейчас речь идет об Аллахе? А когда помимо Аллаха о ком-то говорили, они проявляли радость, то есть радовались. Опять же, Субхану Аллах, на сегодняшний день можно посмотреть то, что большинство людей, когда имам в мечети на пять минут хутбу задержал, уже на часы все смотрят. А когда анекдоты рассказывают, Субхану Аллаху, часами можно слушать. Когда мы даем, Субхану Аллаху, утаскиваем карманы, что-то ради Аллаха Субхану сделал садака, смотрим, какая купюра им. Мы в этот момент дадим большую купюру или маленькую купюру. А когда человек покупает себе одежду, какую-то бренду, он часто не смотрит даже на ценники и так далее. Поэтому здесь мы проверяем, каждый сам себя должен спросить. Дорогой Хадрат, мы такую тему сейчас затронули. Дело в том, что современное поколение мусульман, оно состоит из спешки. Мы городские мусульмане, зачастую приезжая в родные села, в родные районы, мучаемся, страдаем от того, что очень размеренно течёт жизнь в сёлах и в районах. А мы привыкли к спешке, мы и на других скоростях живём. Мы современное поколение, мы спешим успеть как можно больше в работе, в карьере, в учёбе, в достижении, в том числе в получении удовольствий, чтобы насытить своё сознание в течение дня как можно большим количеством событий. Это опять-таки, как вы говорите, успеть и в шоппинг, и на стадион, и в спортзал, и на работу, и с друзьями встретиться. И как можно больше воспоминаний, событий, переживаний засунуть к себе в голову и почувствовать, что твоя жизнь насыщена, это как наркотик. Это наркотик современного поколения мусульман, что ты бежишь за этой жизнью, жадно её глотаешь, и тем самым создаёшь иллюзию того, что твоя жизнь заполнена событиями. И если этого нет у городского человека, у него начинаются ломки, что у него жизнь недостаточно насыщена, понимаете? И мы бежим за этой дуней, мы опережаем других в том, чтобы как жадно глотать огромными кусками эту дунья и чувствовать себя, огромный кайф ловить от того, что ты эту дунью глотаешь огромными кусками и опережаешь других в том, чтобы эту дунью поглощать. В то время, когда Аллах Всевышний нас призывает, опережать, спешить в том, чтобы совершать благие дела, в том, чтобы исполнять волю Всевышнего, следовать каждой мелочи за послание к Аллаху, и опережать других в том, что предписано мусульманину. Призыв, терпение, смирение, благие дела, богоугодные дела, благодеяние, садака, помощь нуждающимся и так далее. Субханаллах. Опять-таки мы приходим к тому, насколько перевернута наша жизнь. Представление о жизни мусульманину в современном поколении полностью перевернуто с ног на голову. Субханаллах. Конечно, мы... В Коране говорят, что человек сотворен в спешке, то есть постоянно он спешит. И где-то нам нужно успеть, чтобы куда-то успеть, нужно поспешить. Но однако и мусульманин, аль-хамдалю, он должен быть как бы всегда в тонусе, всегда должно быть движение. Но однако, от чего радуется сердце у нас? Вот больше вот это нужно смотреть. И за дуке ра-лах. То есть когда мы поминаем Аллаху, Субханаллаху, от этого мы радуемся больше или от других дел. И, Субханаллах, спросить человека, Иншаллах, который Аллах, Субханаллах, отдарил ему, дал ему иман, дал ему понимание Аллаху, Субханаллаху, дал ему любовь отношения к Аллаху, Субханаллаху. И это человек из каких-то, скажем, больших людей или чиновников, или правителей из богатых людей. Однако, если у него был тавфиq, если у него был именно от Аллаха некий такой дар любовь и стремление по отношению к Аллаху, и спросите за всю свою жизнь, самые твои счастливые дни, секунды, моменты жизни, когда были, если у него есть тавфиq в сердце, он скажет, самые прекрасные моменты были, несмотря на всю мою жизнь, насыщенную жизнь, это были тогда, когда я оставался наедине с Аллахом, и поминал его. Вот от этого, иншаллах, если мы сможем получить, как говорим, кайф от поклонения Аллаху, тогда мы, иншаллах, на правильном пути. И мы из тех, которые... Дорогой хазар, я понимаю, что огромное количество современных верующих и наших подписчиков хотят понимать, как это применимо в их жизни. Я хотел бы напоследок привести два примера, которые на моих глазах простые, обычные парни, на которых, наверное, никто не обратил бы внимания в обычной жизни, как они опережали нас в совершении благих дел. Первый верующий — это был мой хороший приятель, который опередил нас в принятии ислама. Имеется в виду, мы же все были детьми Советского Союза, и мы все были выращены, воспитаны в идеологии атеизма. И мы учились в университете в Махачкале, и вот этот человек, этот парень, он во вторник еще отрицал существование Аллаха, в среду он уже замолчал в раздумьях, а в четверг он уже совершал намаз. В то время как путь многих других из нас к намазу занял месяцы. У меня он занял, наверное, месяца два, вот когда я только увидел верующих людей, первый призыв услышал к молитве, и пока я встал на намаз полноценно, у меня прошло почти два месяца, полтора-два месяца. Этот человек за два дня, за два дня перевернулся полностью. Он опередил многих из нас в том, чтобы прийти к Аллаху. Другой мусульманин, который уже погиб в автомобильной аварии, я с ним учился в Дамаске в университете Абу-Нур. Каждый хадис, который он слышал, он старался воплотить его тут же. Может быть, он не до конца правильно их понимал, может быть, он их понимал буквально, но он так спешил их воплотить в жизнь. Мы жили в общежитии в университете Абу-Нур на двухэтажных, двухъярусных кроватях поспали. Он на втором этаже кровати устроил себе маленький кабинет, книги сложил, у него там будильник был. И он сидел на втором этаже, учился. Но когда он услышал, что посланник Аллаху, миром благословения, что сподвижники спали на циновках, он спустился на пол, который был покрыт плиткой, взял циновку, плетеную циновку и начал спать на ней. И несмотря на возражения воспитателя, несмотря на возражения студентов, он жил на этом полу, на циновке, в студенческом общежитии. Мы понимаем, что, возможно, это выглядело наивно, смешно, может быть, для кого-то. Я помню, какое у него было сердце. Какое у него было сердце. Он разбился во время перегона автомобиля, потом под Ростовом. Аллах Всевышний, да будет милость. И я укоряю себя за то, что у меня в сердце не хватает такой искренности, какая была у него. И большинство мусульман вокруг нас, они зачастую недооценивают вот эту степень искренности и ту степень спешки к милости Всевышнего, довольства Всевышнего, которые зачастую проявляют вроде бы незаметные наши единоверцы, наши ровесники. Это то, что говорится в филе акина, в акизе. Хидайты лиршад, ва хидайты тавфиq. То есть, бывает человек, например, ему нужно через что-то пройти, чтобы к чему-то прийти. Нужны доводы и так далее, через споры, через диспоты, через аварию, через какие-то несчастные случаи, через горе. Потом только возвращаясь к Аллаху, и опять же, Аллах его возвращает. Кому-то, иншаллах, достаточно одного аята. Я помню тоже, когда мы в Армейске еще учились, то в Саудии на практику ездили в одну деревню, и тоже приходила одна, то есть, женщина там пришла послушать лекцию, и на следующий день она уже в хиджабе, и на намаз стал. То, что вот это Аллах подарок такой. Она говорит, мне достаточно было одного аята, где Всевышний сказал, я услышал впервые, я свалил джинну и людей для того, чтобы мне поклонялись. То есть, для этого Аллах нас отворил. Получается, если я открываю свой аурат, я противоречиваю этому аяту Аллаху, я знаю, что к нему мы вернемся. То есть, вот этого, кому-то достаточно. Поэтому Аллах субханалу ата'аля, Он субханалу ата'аля направляет сердца. И это именно доказательство всех слов нету сил и мощи никого, кроме как у Аллаха субханалу ата'аля. Поэтому, субханалу ата'аля, то есть, всегда искали в себе лицемеря. И сказал, пророк Мухаммад субханалу ата'аля, сказал, и они, сахабы, те, которые, рада Аллаху анаху, раду Анаху, ассабикуна, лавалюна, минал мухачжиры, анасар, у ладыни, таба'ун бихсан, рада Аллаху анаху, раду Анаху, то есть, вот эти, которые спешили к Аллаху ата'алю, мухачжиры, анасары, тем, которым доволен Аллаху ата'алю, они довольны Аллаху ата'алю. И Аллах ему готовил рада, и они в себе искали лицемеря. И сказал пророк Мухаммад субханалу анаху анаху, не боится по отношению к себе лицемеря, кроме как сам лицемер. То есть, тот человек, который в порядке, он в нем, значит, есть лицемеря. Поэтому, как Амр бля Аз, когда умирал, он, знаете, что же за захавы, великие захавы, перед смертью, что он сказал? Каал, Рабби, я Аллах. То есть, обращался к Аллаху ата'алю, когда он прочувствовал смерть, и сказал, ласту кавиян фаантасыр, вала бариян фааатадир, вала килла хавла, вала кула талинабик. То есть, его тваду, его некая скромность, он говорит, Аллаху ата'алю, я не безгрешен, прошу прощения, я не силен, прошу помощи, однако нету, я тебя люблю, несмотря на то, что я слушался тебя. Поэтому, если сердца смогут быть направлены к Аллаху, то есть, направлены подчиниться Аллаху, принять Аллаху, полюбить Аллаху, тогда это сердце подтолкнет нас, чтобы наше тело тоже было из тех, кто спешит к Аллаху. Инчалла, дорогой Хазрат, я вас иску не благодарю за такое проникновенное, пронзительное наставление, Аллах Всевышний да воздаст вам, Аллах Всевышний да уготовит рай и обрадует рай, инчалла, всех наших единоверцев, которые спешат и опережают остальных в совершении. И знаете, вот, я недавно с одним спортсменом общался, такие слова он сказал, Машаллах, о них до сих пор думаю, он говорит, Субханаллах, за три месяца до выступления я отключу свой телефон, я буду недоступен, меня потеряют друзья и так далее, три месяца буду полностью, у меня будет все по режиму, востолько просыпаться, востолько ложиться спать, кушать и так далее, то есть я не буду отвечать на звонки, там, семью даже, может быть, так не буду частно видеть, и потом вот через, за три месяца до выступления, пройдет это выступление, оно будет длиться 30-40 минут, и все, закончится. и на следующий день, на следующий день начнется обычный день, то есть все же, вот это вот пропадет, это вот некая вот эта эйфория и так далее, здесь, это стоило того, чтобы вот так вот на три месяца отлучаться всего и так далее, и тут же задается параллельный вопрос, в нашей вечной жизни, по отношению к этой дуне, дуне, по отношению к вечной жизни, как Аллах в Коране говорит, все люди скажут, когда Аллах задаст вопрос, сколько вы прожили на земле, кто-то там раньше тысячелетиями жили там по 300, по 400, все скажут, мы прожили день или часть дня, то есть, и здесь задается вопрос, неужто вот эта вот короткая дуне, не стоит того, чтобы чуть-чуть потрудиться и где-то ставить, сделать то, что Аллах повелел, чтобы потом вечности, ради вечности быть, и с числа счастливых. Баракаллафикум, джазакалмахейр, Аллах баракал. Баракаллафикум, дорогой хазрат, я буду жить теперь оставшейся неделей до нашей следующей встречи. Взаимно. Саламу алейкум.